Два часа дня в Одессе в прямом эфире седьмого канала новости в студии Игорь Буренко. Здравствуйте! Сегодня под утро серая легковушка вылетела с проезжей части и воткнулась капотом в придорожную насыпь. Она двигалась по улице Балковской в направлении улицы Разумовской. Он не справился с управлением и вылетел на бордюр, после чего столкнулся с запором, его перевернуло. Скажите, водитель пострадал? По прибытию патрульной службы никого на месте не оказалось. Неизвестно, покинул водитель сам место, либо ему помогли. А уже установили владельца автомобиля? Да. Очевидцы говорят, водитель забрал из машины документы и скрылся. Прибывшие на ДТП полицейские оцепили место аварии. Из машины вытекало топливо. Вызвали МЧС, правда, спасатели приехали только в час дня. Пролившиеся горючее смыли водой, исключив возможность возгорания и взрыва. Отметим, что ДТП произошло всего в десятки метров от автозаправки. Его слышали, а потом долго искали, но так и не нашли. Информация о взрыве в Одессе на линию 102 не поступала. Об этом нам сообщили в полиции. Там отметили, что звонков в предполагаемое время взрыва около 10 вечера в дежурных частях города не зафиксировано. Напомню, ранее в некоторых интернет-изданиях появилась информация о том, что вчера в Приморском, Киевском и Малиновском районах жители слышали характерный звук, похожий на взрыв. У беременной одесситки обнаружили брюшной ТИФ. Специалисты отделения дезинфектологии и СС уже провели заключительную дезинфекцию по месту работы и дома у больной. Сначала женщина жаловалась на кашель и температуру. После того, как обратилась в больницу, ей ставили диагнозы пиелонефрит, затем пневмонию и острый бронхит. Результаты бактериологического исследования крови был получен 16 ноября. В этот же день больную уже с диагнозом брюшной ТИФ перевели в инфекционную больницу. Джаз и немое кино. Известный киевский пианист Алексей Боголюбов продемонстрировал одесской публике, как легендарный фильм «Огни большого города» оживает под звуки современной музыки. С ним общалась наша Ирина Стрибко. Вот так известный джазовый пианист и композитор Алексей Боголюбов импровизирует на фортепиано. Это его саундтрек о медии великого Чарли Чаплина «Огни большого города». Это не просто, что мы будем смотреть не мое кино, а это еще то, что современная музыка, которая в реальном времени будет создаваться. То есть это импровизация будет. Я буду являться как бы посредником между залом и фильмом. То есть что вижу, то и играю. Импровизацию лучшего пианиста современности одесситы ждали с нетерпением. Его музыка входит в многочисленные жазовые и авторские сборники и звучит на фестивалях. Человек, который совмещает свою внутреннюю легкость, он сам в себе человек очень легкий, душевный, добрый, с достаточно глубокой и насыщенной интеллектуальной музыкальной манерой и вообще образом музыкального мышления. Обожаю джаз и вот это сочетание черно-белого кино, искусства Чаплина и виртуозного Боголюмова. Я думаю, что это будет здорово. Это превосходный, прекрасный исполнитель, импровизатор. Я с большим удовольствием еще раз его сегодня послушаю. Он будет сопровождать немые киноленты с участием Чарли Чаплина. Будет какой-то сюрприз. Алексей Боголюбов признается, никогда не повторяется, когда сопровождает немой кино фортепианной игрой. Мне кажется, мне гораздо было бы сложнее выучить то, что я сыграл в предыдущий раз. Но как бы на самом деле. Во время интервью Алексей рассказал нам, ему проще выразить свои чувства музыкой, а не словами. Вот, например, как пианист видит нашу Одессу. Зрительный зал заполнился полностью. Немое кино в сопровождении современной джазовой музыки дарит только положительную энергию. Ее хватит еще надолго. Ирина Стрябко, Игорь Казанжи, Седьмой канал. И пока у нас на этом все. Следить за новостями Седьмого канала можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, заметили что-то необычное, звоните нам по телефону 726-3226. Увидимся через два часа. Оставайтесь с Седьмым. Субтитры сделал DimaTorzok